Добрый день всем-всем-всем! С вами снова ваша Галя. Сегодня я решила предстать перед вами немножко в новой эпостаси. Сегодня я мастер-прикладник-художник. Захотелось мне немножко сменить амплуа. Вот видите, что на моем рабочем столе сейчас? Куча красок, водичка. Вот там будет стекляшка, на которой я буду разводить до нужной консистенции. И вот такая губочка. Захотелось мне немножко сменить приложение, так сказать, сил и рук. Для начала я хочу сделать грунт. В грунт войдут оттенки нескольких цветов. Наносить буду вот этой губкой. Сначала я ее смачиваю, прямо хорошо смачиваю. Потом я ее хорошо отжимаю. И где мне больше нравится дырчатость? Вот тут вот я немножко беру, но я должна ее... Красками давно не рисовала, и они у меня начали сворачиваться, свораживаться. Ну попробуем это всегда закрасить, в конце концов. Вот, видно, как оно ложится. У нас со светом, блин, проблема. Вот так оно будет ложиться. Вот так. Краски я беру немного, потому что мне нужно только, чтобы контуры оставались, потому что будут еще несколько цветов. Вот так. А теперь бортики я тоже хочу точно так же промокнуть. То же самое делаю со вторым. Первый слой есть. Теперь второй слой я буду на дно изделие делать с золотой краской. Вот так вот. Что-то видно, что-то видно, что-то есть. Начну с периферии, как всегда. Вторую форму я буду покрывать белой краской. Сейчас вот эту беленькую мы растем немножко водички и пропечатаю вот этот штампик на ней везде. И поехали. Вот так. Видно? Это пока черновая работа. Только подготовка. Вот что у меня получилось. Здесь вот так вот. Одна форма вот такая, вторая вот такая. И я продолжаю. И решила добавить еще один оттенок зелени. Но свежую, травяную зелень. Вот. По золоту. Только очень легко и аккуратно. Совсем немножко. Очень аккуратненько. А сейчас мы приступаем к таинству. Рисую я обыкновенными детскими красками акрилом. Сохнет очень быстро и становится бледнее. Поэтому каждый штрих нужно прорисовывать и дублировать пять-шесть раз, пока вас не удовлетворит его яркость. Но рисуется легко, разбавляется водой и очень приятно в работе. Мягкой кисточкой я рисую живые линии, гнутые с нажимом. Это нужно будет продублировать несколько раз абсолютно точно. Периодически добавлять водички. Это основа рисунка. Я буду расписывать часы в китайском стиле. Вначале рисуется нижний фон. Это ветки. Как моей душе угодно. Вот мне захотелось что-то сродни медитации. Как-то я устала последнее время. Это меня хорошо расслабляет. И я уже как-то отвыкла от этого, немножко забыла. А здесь настолько уводят мысли куда-то далеко. Рука делает, глаз радуется. И сама интуиция подсказывает, куда это все ведется. Видите, я уже начала дублировать несколько раз. Я, конечно, в ускоренном режиме это все опускаю. Сбоку коротенькой веточки, видите, уже становятся намного бледнее, чем были. Сейчас я их тоже продублирую. А потом я придам этой ветке эдакий китайский акцент. Сейчас я вам объясню, что это значит. Здесь я кончики тоненькие обязательно прорисую. Тонким, либо тонкой кисточкой, либо кончиком кисти. А вот сейчас, смотрите, я буду углы, которые, видите, между стволом и веточками образовываются уголки. И я их буду закруглять. Видите, что я делаю? Вот эти все острые углы будут завалены. И сразу рисунок приобретает эдакий китайский колорит. Это будет, я так думаю, сакура или цветок абрикоса. Ну, что-то в такой очень восточном стиле. Мастер-класс наш будет длиться два занятия. А может и три. Я не знаю. Сегодня мы ограничимся листиками. Где мне чисто интуитивно хочется добавить завитушечки или какие-то акцентики, вот как сейчас я делаю, я это смело делаю. И вы делайте. Если вы еще не купили и нет у вас дома красок, купите самые дешевые акриловые краски и кисти для акрила. Кисть для китайской росписи сейчас нужна, посмотрите, какая скошенная кисть. Этот стиль называется ванстрок. Это одномосковая техника. Я набираю на кисть два цвета сразу. Видите? Первый слой листиков я уже сделала. Сейчас я делаю второй. И он становится ярче и ярче. Потом будет третий. А потом будут цветы. Но цветы будут завтра. Это будет второй урок. Будем рисовать цветы. И, возможно, будем делать декупаж на вторые часы. Вот так я хочу разнообразить свою жизнь и пригласить вас заниматься со мной этим же. Это очень-очень-очень успокаивает и радует. На этом пока все. Если вам понравилось, заходите ко мне снова. Я продолжу эту работу и выйдет вторая часть этого ролика. Одни часы я буду продолжать в китайском стиле. А вторые часы я сделаю в стиле декупаж. Стиль декупаж позволяет творить вообще чудеса. Из самых простых материалов. Если кто-то с этим еще не знаком, подписывайтесь. Будем творить вместе. И будет время проходить незаметно. И нам будет хорошо, вместе и интересно. Пока.